поехали на дачу всем привет дорогие мои палыч сходил на прием на два приема сходил терапевту урологу сходил назначили кучу опять анализов следований надо ему здесь побыть городе мы едем на дачу потому что там у нас только я сварила все приготовила из и суп сварен мешаю на светофор все поехали не видно те что только сварен там до приготовлено все есть по если есть мы также взяли на перекус с собой чисто поехали на вечер и на утро так вот посмотрим я может тоже сможет быть еду заберем да и буду ждут разготавливать чё-то надо все два дня вот быть сейчас тут что утром на анализы вечером на прием потом там еще ему надо вот солнышко прямо не могу такие дела посмотрим или я там останусь ему налажен с собой поесть может и вместе с ним поеду и не не место в отдых нет он хочет меня сбагрить он хочет меня отдохнуть я бы тоже хотела отдохнуть но не на даче что на даче то мне там делать как мне разгуляться на даче увези меня куда-нибудь закинь куда-нибудь друзьям подружкам давай закинуть тетенька а пропустил у вас ну тетенька ему в окошко машу хотела глаз дать ему какие-то бабы бог намажут нам уже она ему спасибо что выпустил ее из боковой дороги не сглавный короче у вас нехорошие мысли любого вы машут руками вот то без меня и хочет ребята остаться тетки машут ему из машин из крутых датчик тоже наверно нас нас собирала надо хорошую машину на большую так что вот не знаю в думках я остаться мне на даче или поехать с палочем тоже куда-нибудь сходить развеется разговеться зоушке сходить не могла дозвониться что-то он ее встретил поликлинике у той все одна дорога тоже одна дорога господи извините не могла дозвониться до нее брала и гостинцы везу обратно все гостинцы потому что не знаю мишка дома не дома если на больницу шарахается он уходит на ту квартиру 2 хаты явочные у мишки телефон у меня был мишкин телефон по моему сейчас нету телефона мишкиного номера имею ввиду позвонить как бы я занесла если мишка дома на занесла да и все что будем мотаться зря до нее дозвониться до матриона не могла надо будет любовское как-то съездить галка мне позвонила масло там очень вкусно любовской вот как-то приезжали попробовали но обалденно и такое масло на миссию купить масло купе полкило 430 рублей а вы купил те килограммы купить а пока полки логовы там видно будет они живут там ходят у них привозят прямо самого этого комплекса возьми в морозилку положи гору будет как-нибудь заберем поедете мол на маникюр то на левый берег доедете я говорю но мне пустя пока долго не поеду я уж потом перед ним рождение сделаю маникюр за новый сейчас пока говорю прошло только две недели так чё я буду еще рано на мандикюр мне ехать так что ладно будет видно сейчас едем обратно домой еду забрали да и отдохнем немножко от дачи палыч хотел конечно от меня отдохнуть не хотел меня брать с собой попробуй меня не возьми попробуй меня не возьми хотел один а может и не один дома побыть может к нему кто-то ходит он еще развратник старый видимо немножко отдохнем когда-то хорошее конечно мы все потихонечку что там осталось капуста растет звёкла растет картошка в теплицах у меня порядок наведён всё пусть она потихонечку надо нам съездить еще дырбовского масла забрать вот так что надо тоже ну и сдача от нас отдохнет да забыла сказать то ходил он на прием терапевта позвонила ну чё они позвонили он заходил делал флорографию 8 числа и тут же значит или вечером или на другой день уже был ответ а ничего не видели что в легких там что-то в двух местах там какие-то очаги в легких то ли это после гевида потому что он буквально вот в мае или когда в мае ты проходил до когда к тем аркета до мая компьютерный домограф он проходит от онкологии первой городской было все нормально было все хорошо и тут вдруг каких-то 2 там написано между какими-то ребрами там ну вот так нет вы две недели вы чего не видели там почему через две недели только человека приглушаете ему сейчас нужно будет идти в онкологию и там делать снова томограф легких до чисто потому что подозрение на метастазы понимаете вот но опять же я думаю может быть к видам он переболел нужно было все-таки пробить антибиотик она же выписала ему хотя кашля у него не было ничего у него не было три дня был насморк и все кто его знает как этот к вид теперь влияет на все да может быть было поражение все-таки легких да без всякого кашля теперь может поражается да вот и вот хорошо что я настояла кашля не было ягоды попроси флюорографию верни я сама с ним ходила на прием ходила дайте ему флюорографию после к вида потому что раз он легкие поражал может быть после кемида какое-то поражение было легких кто его знает а прошло уже после кемида сколько времени то тогда он 10 дней дабы 2 10 тебе назначили явку через 14 дней до и плюс еще 14 дней после георографии 20 какого-то заболел 26 он заболел 20 даже 25 наверно извините сегодня два месяца прошел после грида вполне было возможно чтобы ли было поражение легких и остались рубцы там ли что пусть теперь смотрят конечно его сейчас написано там консультация в областном онкодиспенсере хорошо что вот посмотрели а могли бы быть не направить на флюорографию сказать что вы не кашляли так чего и на ковид не проверяют теперь не проверяют вот например зои увозили и тогда при температуре 40 не взяли у нее тест да пцр не взяли а что у меня там с легкими может у меня действительно кто не проверял делали ли флюшку не делали ли флюшку это непонятно поэтому так вот такие вот дела и такие вот пироги а еще терапевта говорит принесите мне дкты будет проходили принесли агручу вот принесешь к ты она чё посмотрит там тоже не дураки сидят 1 городской делали которые расшифровывали описывали потом с этим ответом он был в этом онкодиспенсере у своего доктора да у которого он наблюдается с онкологией там тоже доктор ты не дурак смотрел что там все было нормально чтобы как чего-то терапевта нам перенесите я посмотрю что смотреть сейчас вот вам результат флюорография показала что что-то в легких не алё ничего смотреть на к ты я не понимаю тоже нужно давать направление и чтобы делали томограф у нас и здесь не делают томограф в четверке а в онкологии ему сразу сделают томограф раз там вот эти изменения да какие-то там думаю что-то после к вида у него произошло потому что вот так вот не проверять на к вид надо настаивать надо требовать что брали пцр чтобы обследовали полностью кровь после этого заболевания и обязательно легкие раз она все-таки грызет легкие этот к вид я думаю что это после этого ну посмотрим мы надеемся что это вот рубцы после перенесенного к вида доедем до зои не могу дозвониться еще я буду таскать это туда-сюда обратно там огурцы повидора перцы таскаю я в машине надо она мне больно дома не дома не дома так все как хочет не могу дозвониться три телефона ни на один не отвечает получили лаю в поликлинике то она тоже сидела к тому же врачу какому и он сидит как я рукой мышон а сидит говорит не то ли не узнала меня то любит не видит без очков не слышит блин внутри телефона звоню ни один телефон не отвечает мишкиного телефона нету у меня посмотрела заедем да тогда нет так нет охочет и здесь ведь еще серёжа были здесь так заросло все лесами даже не узнала местность внутрь она повернул конечно рано повернул следующий поворот было к ним она проедешь здесь по дороге по это подожди вот мешкин дом да я же а нет ты повернул позже позже сюда или по сейчас тут повернешь у этого на престоле повернешь что он за солнце и дождик у нас фигачит сейчас хренов нарою если дома и не слышит телефон может больницы было все подключил а у меня звук выключен три телефона ни одного мы не слышим и не видим если дома сейчас конечно уже опять куда больницу увезли блин болезнью дороги у нас тут таких вот дороги дороги так ладно подъезжаем фу как воняет жидкость стеклоочистительная ужас как ты что по мать глухая что ли дозвониться не могу ни на один телефон заглядывай в телефон-то дитя твоя мать звоню 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 на кухне заходи по мать надо мне принести там привезла тебе это не понесла даже думаю если дома нет чего скажу счастье чего-то поймать пошли заберешь чего гостиниц звоню звоню опять отключены на на все эти звонки колотки на лупить а что ли блин поджопу напинать нарядилась идет и жижишь не пропускать хуй лёма надеюсь давай оделась потеплее какие собаки смотрите вот какие собак держат повела их дом здоровые две собачины я не знаю гонишь я наверное как называются молодцы ребята играют зошка пнула им мяч спасибо говорит сейчас пойдем на взятие господи мама это парные лыжи обалдеть 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 нифига себе спасибо часики талию на коня классно девчонка катается вот хотите постоять я даже постоять не смогу и там и говорит что-то там еще до здорово вообще мол поп и поехала ножками все управляет класс вот они смотрите какие продвинутые мы мама не мама тоже продвинутая классно здорово спасибо что решили поснимать девчонки спасибо большое вам